Уже осенью будет завершено строительство дороги Большой Чаган, переметные Вечные. Это позволит разгрузить дороги областного центра и значительно сократить время поездки в Атравскую и Саратовскую области. Сегодня глава региона Алтай Кульгинов ознакомился с ходом ремонтных работ в районе Байтирек. В этом году на ремонт дорог в регионе выделено 13,3 миллиарда тенге. На эти средства планируется провести капитальный и текущий ремонт автодорог областного и районного значения протяженностью 150 километров. Общая протяженность дорог областного значения в регионе составляет 5,5 тысяч километров, и только 30% из которых находятся в удовлетворительном состоянии. В некоторых населенных пунктах до сих пор существует проблема добраться до районного центра из-за отсутствия твердого покрытия на дорогах. Особенно у вас расщищается эта проблема в дождливый период и в период снегопадов. Именно поэтому в регионе большое внимание уделяется реконструкции автодорог. В этом году продолжаются работы по строительству дороги Большой Чиган, Переметная и Вечной, которая будет соединять два района, и также Ихский и район Бытирек. У нас работы уже выполнены на 65%. Участок общей протяженностью 32 километра. Мы положили асфальт на 22 километра автодороги. Кроме того, нам предстоит еще завершить работу по укладке водопропускных труб. На ремонтируемом участке всего их будет 43, 12 из которых уже проложены. Что касается диаметра труб, то везде они разные. Это зависит от рельефа местности. Но все это было учтено при проектировании. На реконструкцию данного участка автодороги из бюджета было выделено 6,3 миллиарда тенге. Ремонтом занимается компания ТО «Туркестан Жолсервис». Материалы, как отметил подрядчик, используются исключительно местного производства. Строительство данной дороги позволит грузовому транспорту, который направляется в Саратов и Атарау, не заезжать в Уральск. Поэтому это положительно скажется на разу русских дорог областного центра. Объездная дорога, большой шагом перемотный, соединяет Атараускую трассу, то есть Ахжейский район с районом Батерек. И грузопоток, который идет со стороны Саратовской трассы, с Россией, и который идет транзитом в другие регионы Казахстана, например, Атарау либо Ахтубе, они будут проходить через этот участок работы. Здесь 32 километра протяженностью, и оно намного облегчит нам нагрузку на наши местные дороги. Например, весь транзитный поток, он будет проходить мимо областного центра, который сейчас дает колоссальную нагрузку на дороги города Уральска. Также глава региона отметил, что планируется построить еще одну объездную дорогу, которая будет соединять с Аратовской и Самарской трассы. Соединяющая дорога будет перенаправлять транзитные грузовые потоки мимо опять города Уральска. Сейчас мы видим колоссальную нагрузку на проспект Шолохова, объездную, и очень большой поток грузовых машин проходит через областной центр. Это, конечно, создает неудобства, пробки, нагрузку на дороги, и, конечно, дороги портятся. Поэтому эта работа уже начата, сейчас идет проектирование, изъятие земельных участков, и впредь мы будем держать на особом контроле качество дорог. Кроме того, в области ведется строительство дорог Бурлин, Аксай-Жембиты, Таскала, Курая-Булашак и Шингерлау, Лубенко, Лебедевка. В завершение глава региона отметил, что темпы строительства не будут снижаться, и планируется построить дороги, соединяющие все районные центры между собой. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Нуртай Батаргали, телеканал Акжейк.